Добрый день, уважаемые участники вебинара группы компании Grand Capital. Меня зовут Вячеслав Усов, я являюсь персональным менеджером данной компании и преподавателем данного вебинара. Вебинар начнется приблизительно через 4 минуты. Связано это с тем, что мы ожидаем пользователей, которые еще не успели присоединиться к нашему вебинару. Давайте дождемся их, после этого приступим. Благодарю вас за ожидание. Продолжение следует... 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 Таким образом, я думаю, что вебинар станет интересным и удобным для восприятия для каждого из вас. Перед тем, как приступить, прошу в окно общий чат написать мне, слышно ли меня и видно ли первый слайд презентации. Благодарю вас. Благодарю вас за обратную связь. Теперь я понимаю, что и картинку видно, и меня слышно. После этого мы можем приступать. Итак, тема, о которых я хотел бы поговорить на сегодняшнем вебинаре. Для начала мы рассмотрим, что такое опционы в целом, после чего плавно перейдем к тому, что рассмотрим спецификацию именно бинарных опционов. После чего рассмотрим торговые условия по данной группе инструментов, которые представлены в нашей компании. Достаточно подробно рассмотрим преимущества бинарных опционов, после чего перейдем к изучению возможных сделок. Это сделки по покупке и продаже опционов, совершение сделок на покупку опциона на пробой и совершение сделок на покупку опциона на пробой в два касания. Два последних вида ордера были введены в компанию недавно, и вы одни из первых узнаете о том, как работают данные ордера и какие новые финансовые возможности для достижения максимальной прибыли вам представляет компания Grand Capital. После чего мы рассмотрим весьма важный момент, это автоматическое выставление периода вашего опциона. После обратимся к классическому примеру расчета прибыли, который был произведен методом тестирования, для того, чтобы вы понимали, насколько выгоднее работать по данной группе инструментов. После чего я расскажу вам, как производится досрочное закрытие сделки опцион, какие финансовые результаты вы можете добиться, не дожидаясь полного срока истечения контракта, а закрывая его досрочно. Итак, приступим. Первое. Что же такое опцион? Определение опциона гласит, что это договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива получает право, но не обязательство совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговоренной цене в определенный договором момент в будущем или на протяжении определенного отрезка времени. При этом продавец опциона несет обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона, а покупатель приобретает только право, которое он может реализовать, а может не реализовать. Это сухое определение типа торговых инструментов опцион. То есть основное отличие от, к примеру, работы по валютным парам заключается в том, что совершая сделку по валютной паре, покупая или продавая, вы покупаете или продаете тот или иной актив. Приобретая или продавая опцион, вы продаете право совершения дальнейшей сделки. История опционов насчитывает уже более 400, ну практически более 400 лет. Опционы и товары, и акции используются уже, как видно, несколько столетий. В 1630-х годах во время тюльпаномании использовались фьючерсы на товарные опционы. Покупатель получал право на покупку или продажу луковиц в будущем по заранее определенной цене. Что такое фьючерсы, можно изучить из дальнейших вебинаров группы компаний Grand Capital. Опционы, в свою очередь, давали возможность выйти на рынок тюльпанов тем, у кого не хватало денежных средств на покупку даже одной луковицы. Другими словами, рынок опционов позволял совершать сделки по известному и очень популярному базовому активу без крупных вложений или из расчета вложений, которые существовали у трейдеров. То есть опционы позволяли расширить глубину рынка, привлекая туда клиентов с небольшими денежными средствами, что давало большую финансовую свободу и возможность населению. В 1820-х годах на лондонской фондовой бирже появились опционы на акции. В 60-х годах в США уже существовал внебиржевой рынок опционов на товары и акции. Биржевая торговля опционами на американские акции началась в 1973 году, тогда же, когда была основана Чикагская опционная биржа CBOE. К началу 90-х годов на небиржевых рынках производных инструментов формировался широкий спектр опционов, способных удовлетворить разнообразные финансовые потребности. На данный момент рынок опционов практически на 100% соответствует любому товарно-сырьевому или же фондовому рынку. Другими словами, на рынке опционов вы можете приобрести опцион практически на любой товар или базовый актив, который торгуется в мире. На данный момент в нашей компании представлена возможность совершения сделок опцион исключительно по основным валютным парам. В дальнейшем перечень инструментов будет расширяться. Типы опциона. Вообще, если рассматривать рынок опционов, их можно разделить на две основные категории. Это опционы на покупку или опционы колл, которые гласят о том, что вы планируете для себя увеличение цены относительно данной рыночной. И опционы на продажу. Также их называют опционы пуд, то есть опцион, при совершении которого вы рассчитываете на понижение цены относительно данной рыночной. Теперь рассмотрим то, что будет касаться напрямую нашего с вами взаимодействия и работы. Это что такое бинарные опционы. Бинарный опцион также называется цифровой опцион, опцион все или ничего, опцион с фиксированной прибылью, опцион с фиксированным убытком и так далее. Каждый может называть его как ему привычнее или удобнее. Но в любом случае, когда мы говорим об опционах такого класса, мы подразумеваем именно бинарные опционы. Опцион, который в зависимости от выполнения оговоренного условия в оговоренное время, либо обеспечивает фиксированный размер дохода, либо не приносит ничего. То есть вы теряете денежные средства. Обычно речь идет о том, будет ли биржевая цена на базовый актив выше или ниже определенного уровня. Фиксированная выплата производится в случае выигрыша опциона в зависимости от степени изменения цены, насколько она выше или ниже цены на данный рыночный момент. Итак, торговые условия на бинарные опционы, которые представлены в нашей компании. Вы можете совершить опцион, начиная от одного доллара. Шаг сделки по бинарным опционам нашей компании соответствует одному центу. Длительность сделки варьируется в диапазоне от 4 минут до 1 дня. То есть до 1440 минут. Это первое и очень важное отличие нашей компании, выгодное отличие от других компаний, представляющих доступ на рынок опционов. Мы не ограничиваем наших клиентов в выборе времени. Мы не заставляем вас торговать по, к примеру, только по часовым опционам или только по 15-минутным. Если ваша торговая стратегия подразумевает приобретение или покупку опциона, к примеру, на 13 минут или на 25 минут. Любое другое значение или любое другое значение, вы вправе самостоятельно выбирать то время истечения опциона, которое вам требуется. На данный момент на счетах опцион представлено 25 торговых инструментов. Торговля ведется по инструментам без спреда. То есть спред соответствует одной пятизначной единице каждой валюты. Другими словами, при работе вам нет необходимости учитывать значение спреда в торговле. Ограничение по объему ставки в нашей компании установлено в размере 1 000 долларов за одну ставку. Если вы хотите совершить покупку или продажу опционов на большую сумму, вам достаточно совершить всего лишь несколько операций. Это достаточно удобно, так как комиссии за совершение сделок по опционам нет. Система исполнения ордеров. Market Execution. Торговля осуществляется через терминал Grand Capital Trader 4. Это классический терминал MetaTrader 4, брендированный под нашу компанию. Это огромное преимущество, потому что вам нет необходимости изучать непривычный терминал или осуществлять работу через весьма нестабильные веб-интерфейсы, которых сейчас огромное количество на просторах интернета. Вы осуществляете торговлю через уже полюбившийся всем трейдерам терминал, который максимально адаптирован для осуществления компьютерного, технического анализа, который удобен для работы, привычен. А главное, если вы пользуетесь определенными наборами торговых индикаторов, советников или любых других программных продуктов, которые помогают вам при выборе направления для совершения сделки, вы можете их спокойно использовать у нас в терминале. Другими словами, вы получаете возможность работу новым, достаточно выгодным и интересным торговым условиям в хорошо известном и привычном вам торговом терминале. Валюта счета по умолчанию установлена доллары. Других валют счета на данном типе счета не предусмотрено. Простите за тавтологию. Итак, давайте рассмотрим преимущества бинарных опционов. Первое преимущество – это простота. При заключении сделки вы указываете только сумму, время, на которое заключен контракт и тип опциона. Больше ничего не требуется при совершении сделки по классическому опциону. Если вы хотите совершить сделки по более продвинутым или профессиональным видам опционов, необходимо будет указать немного больше показателей. Но это в любом случае будет гораздо проще, нежели вести трейдинг, к примеру, по валютной паре. Здесь необходимо учитывать гораздо меньшее количество показателей и работать по ним гораздо проще и эффективнее. Также высокая скорость. Результат сделки может быть виден уже через 4 минуты. Это минимальная длительность сделки. Учитывая то, что размер ставки вы выбираете самостоятельно, и даже до того, как вы совершили сделку, вы можете абсолютно точно спрогнозировать размер прибыли или размер убытка, который будет при закрытии вашей операции. Это позволяет вам с огромной скоростью увеличивать размеры ваших депозитов, тем самым зарабатывая для себя все больше и больше денежных средств. Возможность фиксировать риски. Вне зависимости от того, пойдет цена против вас на 1 пункт или она уйдет против вашей сделки на 1000 пунктов, вы получите заранее оговоренный размер убытков. Тем самым вы всегда можете выстраивать свою торговую стратегию максимально точно, корректно и всегда иметь полный контроль над money management на своем счету. Другими словами, работая на счете опцион, вы можете распланировать свою работу на несколько дней, на несколько месяцев вперед и целенаправленно, плавно увеличивать прирост своего капитала в зависимости от размера вашего депозита. Теперь мы переходим к основному разделу данного вебинара. Это совершение сделок. Первым примером будет совершение классической сделки, то есть заключение опциона call или опциона put. Для этого вам необходимо задать в терминале всего три параметра. Первое – это сумма, на которую заключается сделка. Второе – это время, на которое заключается данный контракт опциона. И тип опциона – call, то есть опцион на повышение цены. И put – опцион на понижение цены от данной рыночной. Совершение сделки производится путем нажатия в терминале кнопки «Новый ордер» и выставлением следующих показателей. Первое – вам необходимо выбрать торговый инструмент в терминале. Для того, чтобы вы всегда были уверены, что совершаете сделку по инструменту опцион, в нашей компании все инструменты опцион имеют дополнительный префикс, который имеет вид нижнее подчеркивание OP, как видно сейчас на слайде. Мы видим инструмент «Австралийский доллар против канадского доллара», нижнее подчеркивание OP. Это достаточно удобно для тех клиентов, кто ведет работу с нашей компанией сразу же на нескольких торговых счетах. Вы не запутаетесь в том, по какому инструменту вы совершаете сделку, тем самым вы будете уверены в том, что работаете с нашей компанией правильно и зарабатываете для себя деньги. После того, как вы убедились, что в окне «Новый ордер» вы формируете заявку на покупку или продажу по тому самому инструменту, по которому хотите, вы выставляете объем сделки. Объем сделки выставляется в поле в размере долларов. Другими словами, при в окне «Новый ордер» объем сделки «Один лот» будет равняться ставке на опцион в размере «Один доллар». Если вы хотите совершить опцион на 5 долларов, в поле «Объем» вы указываете цифру 5. Если вы хотите совершить сделку объема, к примеру, 500 долларов, вы указываете 500 и так далее. Все достаточно просто. Далее, важный момент. В графе «Комментарий» вам необходимо указать время истечения опциона в минутах. Указывается натуральное целое число. Если вы хотите совершить опцион длительностью 5 минут, вам необходимо указать в поле «Комментарий» цифру 5. Если вы хотите совершить опцион длительностью 1 час, вам необходимо указать цифру 60. Если вы хотите, чтобы опцион был приобретен сроком на 1 день, вам необходимо в графе «Комментарий» указать 1440 минут, что соответствует 24 часам или 1 дню. После того, как вы сформировали и установили данные показатели, вам необходимо выбрать, какой опцион вы будете совершать. Опцион на покупку или продажу. Опцион Call, то есть опцион на повышение, будет заключен, если вы нажмете кнопочку Buy, Buy Market. Опцион Put, то есть опцион Sell, будет заключен, если вы нажмете кнопку Sell, Buy Market. Достаточно просто, но следует обратить внимание. Сейчас на экране вы видите полностью сформированное окно торгового приказа. Вам остается только нажать кнопку Sell или Buy. То, что сейчас показано на слайде, можно назвать следующим. Это сформированный опцион на совершение сделки по инструменту австралийский доллар против канадского доллара, объемом 1 доллар и истечением через 5 минут. Это самый простой вид опционов, то есть моментальный опцион. Вы его совершаете и его финансовый итог будет зависеть только от того, выбрали ли вы верное направление или нет. Для тех трейдеров, которые хотят вести работу с опционами более продвинутой, и их торговые стратегии подразумевают работу с более сложными видами опционов. Наша компания на этой неделе ввела два дополнительных вида опционов, и о них мы сейчас поговорим. Первое. Это опцион на пробой. Алгоритм и принцип опциона остается неизменным. То есть цена должна быть выше, если это опцион на покупку, цена должна быть выше заданного уровня. Для совершения сделки опцион на пробой вам необходимо указать. Первое. Это сумма, на которую заключается опцион. Второе. Это время, на которое заключается опциональный контракт. Как видите, эти два показателя мы научились выставлять еще в прошлом примере. Далее. В окне «Новый ордер» вам необходимо переключиться с рыночного исполнения на «Отложенные исполнения» и выбрать любой интересующий вас стоп-ордер. Это может быть «Бай-стоп», таким образом вы рассчитываете на повышение цены, и «Селл-стоп», таким образом вы рассчитываете на понижение цены. Рассмотрим простой пример. Сейчас вы видите у себя скриншот с экрана. Биржевая цена на данный момент по опциону составляет 1.2467.2. Вы хотите совершить опцион на пробой по уровню 1.2470.0. Таким образом, в терминале, в графе по цене вам необходимо выставить уровень, который вас интересует. Сейчас на скриншоте, в окне сформированного торгового приказа, вы видите, как это будет выглядеть. Мы выбрали инструмент. В данном случае это валютная пара евро против австралийского доллара. Объем сделки будет составлять 5 долларов США. Время стечения сделки будет 10 минут. Тип ордера мы переключились на отложенный ордер, тем самым хотим выбрать более сложный опцион. И мы выбираем кнопку «Бай-стоп». Другими словами, мы совершаем стоповый ордер по опциону или опцион на пробой. Выставляем цену, уровень на пробитие которого мы нацелены. На данном примере в скриншоте указана цена пробоя 1.24.68.0. После чего мы нажимаем кнопку «Установить ордер». Что произойдет у вас в терминале? Вы совершите опцион, который будет находиться в рынке. И в случае, если цена по истечении 10 минут будет в любом диапазоне, который выше цены 1.24.68.0, вы получите, во-первых, прибыль, во-вторых, вы получите бонус. Бонус будет рассчитан из разницы в пунктах между рыночной ценой, по которому был совершен опцион, и ценой, которая была установлена в отложенной вами ордере. Вы увидите размер вашего бонуса сразу же при заключении сделки до его закрытия. Если мы говорим о закрытии сделки с комментариями ВИН, вы получаете стандартно, это плату за успех при заключении опциона, плюс полностью размер бонуса. В случае закрытия опциона с комментариями ЛОС, то есть вы совершили опцион на повышение, но цена не преодолела уровень 1.24.68.0 и закрылась в любом диапазоне ниже. Вы получаете убыток в размере 100% от первоначального размера ставки. Бонус вы не получаете, но и увеличение убытка из-за начисленного бонуса вы не получите соответственно. Таким образом, если вы уверены, что в течение 10 в ближайших минут или 15 цена уйдет не просто выше данной рыночной цены, а выше определенного уровня, вы вправе заработать на этом еще больше денежных средств. На экране вы видите полностью сформированный ордер для совершения приказа, который можно прочитать как ордер на совершение сделки колл, то есть на покупку по инструменту евро против австралийского доллара стоимостью 5 долларов с истечением через 10 минут, нацеленного на пробой уровня 1.24.68.0. Это опцион на пробой уровня. Второй тип ордера, который представлен в нашей компании, это опцион на пробой в два касания. Самый сложный, на мой взгляд, опцион, но он эффективен и он позволяет еще больше увеличить финансовые возможности, которые представлены в компании. Заключая сделку на опцион на пробой в два касания, необходимо указать 5 параметров. Первое – сумма, второе – время. Об этом мы говорили ранее, здесь ничего не меняется. Далее – уровень, лимит ордера. Это уровень, по которому должно произойти касание перед тем, как закроется цена. Второе – простите, на слайде допущена ошибка. Вам необходимо указать параметр Take Profit, нежели Stop Loss. Это уровень, на преодоление которого вы нацелены. После этого необходимо совершить сделку. Рассмотрим, как это выглядит графически. Вы видите перед собой график. Рыночная цена, которого составляет 1, 24, 77 и 2. По вашему анализу, через определенное количество времени, цена спустится до уровня 1, 24, 63 и 0. После чего произойдет резкое повышение цены, и цена окажется выше диапазона 1, 24, 80 и 0. Именно для таких ситуаций представлен ордер на пробой в два касания. Другими словами, для того, чтобы получить прибыль по данному ордеру, необходимо, чтобы цена коснулась или прошла уровень 1, 24, 63 и 0. После чего закрытие опциона или истечения произошло в диапазоне выше, чем 1, 24, 80 и 0. Рассмотрим, как будет выглядеть полностью сформированное окно торгового приказа по данному инструменту. Мы видим опцию на евро-австралийский доллар, объемом 5 долларов США, со сроком истечения 10 минут. По-прежнему вам необходимо для совершения такого ордера переключиться с рыночного исполнения на тип отложенный ордер и выбрать уровень buy limit или же sell limit в случае, если вы хотите на понижение. Другими словами, опцион на пробой – это отложенный ордер стоповый, опцион в два касания – это лимитный. Далее, вам необходимо указать так называемый диапазон, то есть первое значение, которое будет обозначать, что цена должна коснуться его. Здесь вам необходимо указать это в разделе по цене, то есть установить сам по себе лимитный ордер на этот уровень. На данном скриншоте лимитный уровень будет установлен на цене 1.24.68.4. Это цена, которой должен коснуться график, и цена, выше которой он должен закрыться, это все-таки ордер на повышение, устанавливается в графу Take Profit. В данном случае он установлен на цену 1.24.71.7. После нажатия кнопки «Установить ордер», ваш приказ уйдет в рынок, 5 долларов уйдет в залог по данному опциону, и если цена спустится ниже, коснется цены 1.26.68.4, после чего произойдет рост, и она закроется в диапазоне выше, чем 1.24.71.7, вы получите, во-первых, прибыль, соответствующую прибыли по опциону, во-вторых, бонус. Размер бонуса будет рассчитываться как ширина канала между ценой касания и уровнем закрытия. О расчете, точнее, о формуле расчета бонуса, о размерах бонусов по каждому из инструментов будет рассказано на следующем вебинаре. Связано это с тем, что сейчас бонусы представляются в тестовом режиме только по одной валютной паре. Рекомендую испробовать это на демонстрационном счете. К концу этой недели полная информация будет представлена в разделе «Помощь», или же она будет озвучена в одном из следующих вебинаров, посвященных работе с опционами. Таким образом, мы рассмотрели возможность совершения трех различных типов контрактов по опциону. Далее необходимо рассмотреть очень важный момент. Это автоматическое выставление периода. Если по какой-либо причине вы не укажете время, на которое вы хотите совершить опцион, в таком случае время будет задано системой автоматически в соответствии с торговыми периодами, представленными по опционам. Торговые периоды в нашей компании соответствуют 30 минутам каждого часа и началу каждого нового часа. Другими словами, каждый период соответствует 30 минутам. Но это не значит, что не будет учитываться правило минимального времени опциона, которое соответствует 4 минутам. Рассмотрим на наглядном примере. Сейчас по московскому времени 18 часов 32 минуты. Вы по какой-либо причине забыли указать время истечения контракта и нажимаете кнопку «Совершить ордер». В таком случае время истечения контракта для вашего опциона будет установлено на 19 часов 00 минут. То есть до ближайшего значения или 30 минут или 00 минут каждого часа. Если бы вы совершили такую сделку, к примеру, в 18 часов 28 минут. В таком случае, опять-таки, до 30 минут было менее 4 минут. Ваш опцион был бы проэкспирирован в 19 часов по московскому времени. Надеюсь, с данной опцией работы по опционам все понятно. Переходим к следующей части. Это пример расчета прибыли. Другими словами, давайте определимся, насколько выгодно работать по опционам и как все рассчитывается. Прибыль и убытки на бинарных опционах вы можете рассчитать до момента совершения торгового приказа. И рассчитывается очень просто. Прибыль или вознаграждение за прибыльный опцион составляет 70% от размера ставки по опциону. Убыток за опцион составляет 100% от размера ставки. Рассмотрим это на простом примере. В 17 часов 10 минут трейдер приобретает опцион колл объемом 1000 долларов. Со сроком истечения через 10 минут по паре евро-доллар. Цена приобретения 1,25,53,5. Спустя 10 минут, то есть 17 часов 25, цена актива евро-доллар выросла и опцион был закрыт по цене 1,25,57,3. То есть по цене выше цены открытия. Трейдер получает прибыль и получает возврат средств. Это 1000 долларов, это размер его первоначальной ставки. Плюс 70% вознаграждения за опцион, то есть 700 долларов. А теперь просто вдумайтесь, в этом примере трейдер заработал всего за 10 минут 700 долларов или 70% от размера своей ставки. Если бы клиент совершал сделку полностью на весь свой депозит, он всего лишь за 10 минут заработал 70% от размера депозита. Это показатель, который не любой трейдер может достичь, к примеру, на форуксе даже за год. А человек его достиг всего лишь за 10 минут работы, при этом потратив достаточно мало времени на предварительный анализ. И просто он взял это и заработал. Каждый из вас может совершить такие же сделки, каждый из вас может также увеличивать размеры своих депозитов. Сейчас многие из вас зададутся вопросом, насколько же выгоднее работать по инструментам опцион, нежели по инструментам Форекс. Я проводил специально перед этим вебинаром тестирование, оно было достаточно давно, но тем не менее. Возьмем простой пример. У нас есть два счета, каждый открыт ровно на 100 долларов США, и на обоих этих счетах мы будем работать только по паре евро-доллар. Но на одном мы будем работать по паре евро-доллар на Форекс, а на другом мы будем работать с опционом на инструмент евро-доллар. Что произойдет? Сделка будет совершена 21 января 2013 года в 0 часов 0 минут по терминальному времени. Цена совершения сделки будет одинаковая 1.3312. Тип опциона будет колл, тип сделки по Форекс будет покупка. Размер опциона будет установлен в размере 20 долларов США. Покупку по Форексу на классическом счете мы совершим объемом 1 сотая лота. Опцион истечет у нас через 10 минут. По счету Форекс мы установим Take Profit на уровне 10 пунктов. Теперь посмотрим, что произойдет. Этого же числа, то есть 21 января 2013 года. В 0 часов 10 минут по терминальному времени. В терминале будет цена 1.3322 и обе наши сделки закроются прибыльно. Но на счете опцион прибыль составит 14 долларов США. В то время как на счете Форекс прибыль за такую сделку составит всего лишь 1 доллар США. Таким образом, трейдер, который работает на опционах, зарабатывает в 14 раз больше за точно такой же период времени. А теперь представьте, каждый из вас имел опыт успешной работы. Кто-то, открыв счет на 1000 долларов, заработал 200 долларов, 300 долларов. Хорошо, 500 долларов. Это достаточно хороший показатель. А теперь мысленно умножьте эту цифру на 14. Именно столько вы упустили своей прибыли только из-за того, что не совершали абсолютно аналогичные сделки по инструментам опционы. Я думаю, что в завершении нашего вебинара следует рассмотреть еще одну возможность, которая представлена в нашей компании. Это возможность досрочного закрытия сделки. Это редкая возможность, ее представляет далеко не каждая компания. Но мы приняли решение, что для комфортной работы наших трейдеров необходимо дать такую возможность, и она реализована. Досрочное закрытие сделки осуществляется в любой момент работы опциона и рассчитывается следующим образом. Если цена по сделке находится в противоположном опциону направлении. Другими словами, если бы опцион истек собственной жизнью сейчас, то он бы закрылся с комментарием ВОЗ. В таком случае досрочное закрытие сделки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!